Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Процессы средней скорости. Они связаны с периодом непрерывной работы машины. Их длительность обычно измеряется в минутах или часах. Данные процессы приводят к монотонному изменению начальных параметров машины. К этой категории относятся как обратимые процессы, например, изменение температуры самой машины окружающей среды, изменение влажной среды, так и необратимые. Износ рабочего органа, который протекает во много раз чаще интенсивно, чем изнашивание деталей и узлов машины. Продолжение следует... Загрязнение поверхностного трения, коррозия, сезонные изменения температуры. Рассмотрим характеристику основных деградационных процессов. Продолжение следует... Происходит при возникновении больших ударных нагрузок, при работе в условиях низких температур, больших остаточных напряжениях, например, сварных соединениях, наличии местных дефектов материальных, большой концентрации напряжения, действий факторов, не связанных с механическим напряжением, Допустим, тепловое и радиационное охрупчивание, хрупкое разрушение является причиной выхода из строя спарных соединений деталей узлов автомобиля, чугунных отливок, фасольных деталей с объемной термообработкой до высокой твердости и т.д. Следующий деградационный процесс... Пластическая деформация... Она возникает при перегрузках деталей из вязких или пластичных материалов, которым, например, относятся незакаленные и высоко отпущенные стали. В следствии пластической деформации происходит изменение геометрической формы детали, например, искривление осей и валов, осадка пружин, вмятины на поверхностях качения бандажей, рельсов, дорожках качения шариков-подшипников, шпонков, шлицер и т.д. Следующий процесс... Ползучесть... Ползучесть... Это медленная и непрерывная пластическая деформация деталей выше предела упругости, нагреве до температур рекристаллизации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...